Небольшой обзор тех автомобилей, которые выбирают наши клиенты. Посмотрите какой дорожный просвет, особенно в этом месте, где лежит кусочек асфальта. Егендарнейший рамный внедорожник, наверное единственный, который можно сейчас привезти из Японии, во всяком случае, который мы возим. У нас 60 кузов, рестайл, тоже двушка, передний привод, 350 тысяч разница, но здесь видно в принципе по чему. Помимо того, что это гибрид, это еще и PHV гибрид, то есть вот эту тачку можно заряжать от розетки. Один из красивейших цветов, которые видел когда-либо в принципе. Здесь у нас затаившийся снежный барс просто. Эту модель можно поздравить с практически реинкарнацией, да. Класс? Класс. Привет, друзья, с вами Никита, компания Сферокар и сегодня моя любимейшая рубрика. Это небольшой обзор тех автомобилей, которые выбирают наши клиенты. Находимся на одной из наших стоянок и не буду долго тянуть, сразу перейдем к тачкам. Первая на очереди у нас вот такая красоточка. Это Toyota Corolla Towering в гибридном исполнении 12-го поколения. Чем интересен этот автомобиль? Да, абсолютно всем. Во-первых, это самый легендарный, самый практичный вообще универсал из всех Toyota, которые когда-либо существовали. Вот эта Corolla, она вернулась к нам, поэтому эту модель можно поздравить с практически реинкарнацией, да, с перерождением, потому что в прошлых поколениях, как вы знаете, на внутренний рынок Японии Corolla без добавочных названий не выпускалась. Была Филдер в качестве универсала и был, было, был точнее Филдер как универсал и была Axio в качестве седана. Вот, а еще был Toyota Auris, который на той же самой базе исполнялся в кузове Hatchback. Сейчас это все дело убрали и вернули обратно Corolla. В то же время, кстати говоря, в Европе они так и выпускались Corolla седан, Corolla универсал и все остальное. А был ли универсал вообще? Не знаю, но у нас теперь есть. И по сравнению с последним поколением Филдера, тачка действительно преобразилась, выглядит очень стильно, современно, со всеми своими спортивными нотками. Так же, как и во всех поколениях, наверное, Corolla эта машина имеет несколько различных вариантов по техническому оснащению. Здесь у нас гибридная версия 1.8, да, как у последнего Prius 1.8 и сколько там, 5, 6 киловатт, по-моему. Мощность гибридной установки на 98 лошадиных сил бензиновый мотор. Есть 1.8 бензинка без гибридной версии, есть 1.2 турбо, в общем, по техничке тачка очень классная. И помимо всего прочего, появилась еще полноприводная гибридная версия, которой нам так не хватало в Филдере. Отдельно обязательно сделаем обзор на нее. Этот автомобиль у нас с 2019 года обошелся 2 миллиона 100 тысяч рублей и отправляется, знаете, куда? Никуда не отправляется, в Приморском крае остается. Класс, класс, этому я рад. Санкционочка. Honda Shuttle, друзья, это GP8 Shuttle в рестайловой версии 2020 года. Очень хорошо эту машину знаю, потому что сам ее лично покупал для моего клиента из Оренбургской области, который, кстати говоря, выращивает арбузы, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом. Мы ему покупали тоже Shuttle дорестовый и он скидывал видео с конкурса, где вырастал самый большой арбуз в мире. Так и было. Вот этот красавчик на полном приводе, естественно, гибридный. Ездит у него в основном супруга, гоняют они там по пересеченке, поэтому полный привод нужен. Еще и со снегом тоже в Оренбургской области все в порядке. Так что без полного привода никуда не деться. И комплектация у него, насколько я знаю, Z. Да, он идет на коже, на полном мультируле. Черный весь красавчик вообще без вопросов. 1 миллион 750 тысяч рублей обошелся в Аудиостоке и я думаю, что до конца месяца он уже отправится туда, к новым хозяевам. Это у нас легендарнейший рамный внедорожник. Наверное, единственный, который можно сейчас привезти из Японии. Во всяком случае, который мы возим. Не считая малыша джимбо. Это, друзья, Land Cruiser Prada TRJ 150 2019 года. TRJ, соответственно, нам говорит о чем? О том, что это бензиновая версия. Посмотрите, как красиво он исполнен на обвесе моделиста в черном цвете. Переливашка. Вот этот вот рожочек с левой стороны, которого вы, кстати, никогда не найдете на леворульных автомобилях. Он нам о чем с вами говорит? О том, что нету камер кругового обзора. Вот. Почему на леворульных версиях его нету, на праворульных есть, потому что только в Японии эти штуки ставят, чтобы максимально близко прижиматься той стороной противоположной той, где вы сидите, к стенке, чтобы экономить место. Япония – это смарт-страна, друзья. Но самое технологичное. Обвесы моделиста, комплектация TXL на кожаных сидушках, на электроприводе. Весь красавчик на девятнашках. Обошелся в 3 миллиона 750 тысяч рублей. Отправляется у нас в Забайкальский край. Это, скорее всего, город Чита. Погнали дальше. Так, здесь у нас красавчик Lexus RX 2016 года. Это RX 300 двухлитровая турбовая версия на полном приводе. Отправляется она у нас в город Хабаровск. Это также санкционочка. В этот раз у нас очень много санкционочек на стоянке. Поднабрались, поднаприехали все к концу января. Вот. Сегодня у нас, кстати говоря, для информации, какое число? 31 января. Самый последний день января. И вот они все тут, как говорят, выстроились. В общем, 2016 год. Дорестовая версия. Они до сих пор ценятся, до сих пор актуальны. Мы их везем как непроходные. 3,320. 3,320 на полном приводе в белом перламутре. Еще и в комплектации, наверное, Элька. Да, весь на коже 100% это Элька. Еще один важный пунктик, друзья, это тачка уже на номерах. Это еще одна наша услуга. Мы можем за вас оформить машину на вас, чтобы вы приехали, забрали ее уже со всеми-всеми документами, с соркой, с номерами. Класс. Еще одна интрижечка для вас, друзья, вот такой вот китайский электрический кроссовер. Называется BYD Tank. Не буду вам сейчас много про него рассказывать, потому что буквально послезавтра будем готовить полноценный обзор для вас и все узнайте. А так пока просто взгляните на то, что видите, потому что видите вы вообще ничего об этой машине. Toyota Harrier, друзья. Еще одна санкционочка, при том, что самая, наверное, популярная среди всех, которые мы возим сначала, сначала вот этого жесткого режима, сухого, так назовем его, с сентября 2023 года. 80-е, 60-е кузова, которых у нас тоже несколько сегодня будет. В общем, это 80-ка переднеприводная двухлитровая версия, самая технически простая, по салону очень жирненькая. Я отсюда вижу, что это Z-комплектация. Передний привод, черный цвет, со всеми-всеми наворотами по интерьеру, по опциям, которые бывают. Цены. 3 миллиона 200 тысяч рублей обошелся вот этот красавчик, отправляется в Ханты-Мансийскую область. Так, друзья, еще один Harrier. Это у нас 60-й кузов. Рестайл, тоже двушка, передний привод. Не турбовая версия, на вариаторе, кстати говоря. Какую мысль хочу вам донести. Как только эти тачки пошли с 2014 года, да, все просто голову сломали по гибридам. Все хотели гибриды, никакие версии. Потом появился турбо, все начали брать турбо. А сейчас народ понял, что преимущество этой машины, это все-таки внешка. Вот это та тачка, которую выбирают глазами. Поэтому, если вам не принципиально вот эти технологии, какая-то дикая экономия, тем более экология, я думаю, в России вообще немногим принципиально. Берите двушку на переднем приводе и хорошенечко можно сэкономить. Вот этот автомобиль обошелся чуть менее 2 миллионов трехсот тысяч рублей, если не ошибаюсь. Это двадцатый год и состояние машины идеальнейшее. При том, что жирненькая комплектация. Это Z-Laser Package, если не ошибаюсь. Ой, Z-Laser Package. Это Progress Laser. И да, он полностью на коже, с полным мультирулем. То есть, это красоточка. Красоточка по опциям. В Хабаровский край отправляется. Популярнейший компактный кроссовер, друзья. Honda Fit, хотел сказать. На базе Fit'а сделанный популярный компактный кроссовер. Это Vezel. RU-3 кузов. Комплектация RS. Это передний привод. Гибрид. Полтора литра. Да, на роботе, который вы так любите. Я думаю, что не должно уже остаться тех ребят, которые... Даже дети уже роботов не боятся, да. Как в одном из наших роликов новогодних было вот в этом году. Совсем не буду даже намекать в каком. Короче, передний привод. Гибрид. Полторашка. Две тысячи... Какой год? 2016 год. Один миллион шестьсот тридцать тысяч рублей обошелся. Отправляется. Никуда не отправляется. Остается в Приморском крае. Володёсток. Какого же черта, друзья, холодно именно вот в тот момент, когда мы начинаем что-то снимать. Буквально час назад было плюс один. Сейчас минус девяносто сразу же. Какой-то снег вломил. Ветер вот этот дельный. Халифаны морозы. Подошли. Еще один шестидесятый харек, друзья. В этот раз на обвесе моделиста. Если не ошибаюсь, это та же самая версия у нас. ЗСУ-60. Двушка. Передний привод. Вариатор. Одна из востребованнейших. Но здесь у нас круговой обзор обвеса моделиста. Цвет белый перламутр. Ну и по состоянию не докопаешься. Кстати говоря, это два товарища, которые заказали вот тот черный. И вот этот белый в одно время мы их, по-моему, в ноябре купили. И вот сейчас конец января. Они уже здесь отправляются. Отправляются у нас в Хабаровский край. Вот этот красавчик обошелся чуть подороже. Два шестьсот пятьдесят примерно. Да, в то время как тот обошелся два триста. Триста пятьдесят тысяч разница. Но здесь видно, в принципе, по чему. Вот тут у нас кто, друзья? Такой бронзовый красавчик. Это, кстати говоря, один из немногих случаев, когда написано, что машина бронзовая. И она действительно бронзовая. Очень красивый. Такой пудровый цвет, девчонки бы сказали. Пятьдесят пятый кузов. Это означает, что полноприводная версия стоит перед нами. Это, кстати говоря, большой шаг был в то время. Именно на базе вот такого Prius по техничке сделана вот эта Corolla полноприводная, которая Towering у нас сегодня представлена. Так, 2019 год. А, 2017 год, прошу прощения, в город Хабаровск он отправится и обошелся в один миллион семьсот тысяч рублей. Рекламу Prius, я думаю, давать не нужно. Я думаю, каждый знает, что это за тачка такая. Пойдем дальше. Это что за покемон, друзья? Мини Купер. Точнее, это мини кроссовер E. Что значит E? Что это полторашка, еще и гибрид. Это турбо полторашка гибрид, еще и кроссовер. Вот в таком огромнейшем кузове, да и плюс ко всему на полном приводе. На самом деле, умопомрачительная тачка. Помимо того, что это максимально один из практичнейших, в принципе, автомобилей вот этого производителя, да, кто не знает, мини это дочка от BMW сейчас. Ну, как дочка. Они просто ее выкупили. Вот. Но сама по себе модель именно вот этой кроссовера, она меня очень сильно удивила несколько раз. Помимо того, что это гибрид, это еще и PHV гибрид. То есть, вот эту тачку можно заряжать от розетки и проезжать до 6-10. А то и 80 километров, да, зависит от состояния на одном только лишь заряде, вообще не включая бензиновый двигатель. Это раз. А второе, это то, что полноприводная версия у нас представлена, соответственно, хоть куда. Хоть куда, и будешь выделяться везде, 100% на эту машину будут оборачиваться. Миллион цветов представлено, куча вариантов с гоночными полосками. Но выхватить вот такого кроссовера на аукционе, это надо еще постараться с правым рулем. Обошелся чуть более 2 миллионов, что-то около 250-2 200, если не ошибаюсь. Отправляется в Хабаровск, и это примерно на полмиллиона дешевле, чем леворульный аналог. Класс? Класс. Так, санкционочки на сегодня закончились. Здесь дальше у нас на очереди вот такая вот очаровательнейшая малышка Руми на моделисте, которая, кстати говоря, отправляется в Якутию. Посмотрите, какой дорожный просвет, особенно в этом месте, где лежит кусочек асфальта. Но даже где он не лежит, это просто что-то вообще леопард. Я бы сюда колеса побольше, конечно, вкатил, потому что она еще просто... В Якутии, мне кажется, с таким обвесом делать нечего. Ну, если только поставить, я по кайфу. Или летом деду нам по набережной гонять, вокруг клумб. Кстати говоря, у нее пластмассовая задняя дверь. Недавно сам офигел. А, и, по-моему, крылья. Да. Передние крылышки тоже пластиковые. Миллион сто двадцать, наоборот. Обошлась красоточка. Ну, выглядит реально очаровательно. На самом деле, всерьез к этому автомобилю я относиться пока не могу. Хотя Япония это... Ну, страна вот таких автомобилей, друзья. На самом деле. То есть, где вы еще возьмете вот такой полуфургон, полу-хэтчбэк, да, полу-микроавтобус? Да нигде. Кроме как в Японии. Миллион сто, 2019 год. Пуу, в Якутию. Очаровательный Сузуки Свифт ZD83, что означает полноприводная версия. Если я не ошибаюсь и не все еще забыл про этих малышей. Классный цвет. Называется пьяная вишня. Назывался бы, если бы это был Мерседес. Но... Кто мы такие, чтобы запретить мне называть так даже Свифт? Смотрится на самом деле классно. Один из моих любимых, наверное, хэтчбэков. Не в плане там функциональности, универсальности, практичности. А он просто мелкий, юркий. И я считаю, что хэтчбэк должен быть именно таким. Есть турбовые версии, есть роботы, есть вариаторы, гибриды. Все, что хотите. Здесь у нас полноприводная малышка. Отправляется, кстати говоря, в Сургут. Серьезно? Миллион? Да, миллион двести двадцать шесть. Почему, хотите сказать вы? А потому что это 2019 год. И состояние его вот такое. Один из красивейших свифтов, которые я видел когда-либо в принципе. Здесь у нас затаившийся снежный Барс просто. Это стишный Леворг второго поколения ВН пятый кузов с двигателем 1.8 Turbo в комплектации STI. Просто красавец. На самом деле в этом поколении Леворги действительно преобразились. Помимо поколения стоит упомянуть, что это полноприводный универсал. То есть это, наверное, один из самых спортивных и самых модных, самых красивых, даже вот так вот не побоюсь это сказать, универсалов из Японии. Мне очень сильно нравится Леворг в первом поколении, но здесь это просто вообще бомба. В комплектации STI вы еще получаете измененный обвес, отдельное литье и элементы по салону. В общем, тачка пушечная. Это 2020 год, отправляется он в Москву и обошелся 2 миллиона 600 тысяч рублей. Знаете, что это за малышка? Это Toyota Rise. Турболитрушка, друзья, полноприводная версия. Чем примечательнее, тем, что это родной брат-близнец практически обновленного Daihatsu Roki, который, стоит сказать, нифига общего не имеет с тем Roki, о котором вы сами подумали сразу равным внедорожником и так далее. Машина, по сути своей, заменила поколения Toyota Rush и Daihatsu Bigo, которые, в свою очередь, заменяли Tereo Skid и Toyota Cammy. В общем, небольшой компактный кроссовер для города с тем же самым мотором, который ставился у нас на всякие пасса, витцы. Это KR, к которому добавили турбину. На самом деле, нареканий по ним нету. Тачка очень популярная, при том, что только становится, потому что модель еще новая. Но, тем не менее, популярность свою набирает. Что еще про нее сказать? А то, что здесь очень приятное сочетание того, что вы получаете, к цене. Потому что обошлась она. Обошлась она 19-го года. Полтора миллиона всего лишь. И отправляется в Иркутскую область. Подразумеваю, что в Иркутск. Приходилось ли вам, друзья, когда-либо искать черную полноприводную примяху в последнем рестайлинге не старше 18-го года? Это офигеть какое сложное занятие. И прям офигенная выдержка. И нескончаемый запас терпения нужен клиенту, чтобы дождаться вот эту красотку. Машину покупал я для клиентки. Причем зовут Галина Павловна. Она из Комсомольска-Наамури. В настоящее время ездит на такой же примяхе полноприводной, только до рестовой. И хотела выхватить точно такую же машинку и именно в черном цвете. Когда мы начали ее искать, все подряд летит. У нас серый, белый, блин, какого угодно, лишь бы не черный. А если черный, то либо с какими-нибудь косичками, либо переднеприводный. В общем, мы ее покупали реально 2, наверное, с половиной месяца. Просто искали и ждали, пока она появится. Пару раз делали ставки, но там машины улетали просто в космос. С 2018 года обошлась 1 миллион 840 тысяч рублей примерно. И я прям дико рад, что мы ее выхватили и что она сейчас стоит передо мной. Машина в отличнейшем состоянии. Единственное, летишка не хватает здесь. Но темный салон 1.8, потому что полноприводные версии идут только на моторе 2ZR. На том же самом, на котором до сих пор выпускают вот такие короллы. Добавляя в них гибридные установки. Те же самые, на которых идут у нас микроавтобусы. Но, в общем, 2ZR это самый топовый японский мотор. А Premioho это самый долгоиграющий, самый стабильный. Ален Тиропремио самый стабильный, наверное, среднеразмерный седан за всю историю. Ну, кроме короллы. Ладно. Так, друзья, Honda Crossroad. Кстати говоря, очень легендарная, очень интересная тачка. Интересно, на чем? Тем, что это, во-первых, кроссовер полноприводный. Во-вторых, он еще и семиместный. Вот этот вариант с двигателем 1.8 литра 2007 года. Это, кстати, крайний год, которого можно полноприводную машину ввести. Обошелся что-то около 1 миллиона 100. Обратите внимание, какой интересный цвет. Это, прошу вас обратить внимание, полный перекрас. В оригинале машина была серая, но в Японии ее какого-то черта перекрасили. Мы такие машины покупаем крайне редко. Я потратил полночи, чтобы отговорить человека ее покупать. Потому что бывает перекрас самого разного качества. Но здесь, во всяком случае, внешне выглядит достаточно нормально. То есть, не валиком покрашенный. И этому я уже рад. А в остальном, посмотрите, на каких диких тапочках она стоит. Там есть небольшие замечания, там классно притертость, царапинка. Но в целом, я думаю, что как бы то ни было, покупка на самом деле хорошая. 1 миллион 100 тысяч рублей отправляется в город Ставрополь, если не ошибаюсь. Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Продолжение следует...